В наше время существует много различных теорий, посредством которых описывается природа финансовых потоков, а также то, как некоторые люди влияют на распределение мирового капитала с выгодой для себя. И среди всего количества теорий наиболее ярко выделяется одна, отличающаяся предельной простотой и наглядностью. Эта теория называется квадрантом денежного потока, автором которой является Роберт Киосаки, американский предприниматель, преподаватель, инвестор, писатель и автор более 25 книг на тему финансов, разошедшихся общим тиражом более 26 миллионов копий по всему миру. Квадрант денежного потока очень ярко отображает, какую функцию выполняет каждый отдельно взятый человек в перераспределении капитала, а также является своеобразным руководством к действиям для того, чтобы создать наиболее благоприятные для себя финансовые условия, оказавшись в числе тех, кто и формирует сам этот поток. Квадрант представляет собой схему, состоящую из четырех секторов, каждый из которых является отражением положения людей в финансовом мире и имеет свои отличительные признаки и особенности. Рассмотрим каждый из секторов более подробно. Секторы квадранта денежного потока. Сектор наемного труда. Первый сектор – верхний квадрат слева. В нем находятся все работники по найму, то есть те люди, которые меняют свое время на деньги, занимаясь работой на работодателя. Сектор наемного труда имеет свои плюсы и минусы. Плюсы – это стабильная заработная плата, гарантированная ежемесячно, а также то, что в некоторых случаях сумма заработной платы может быть довольно высока, благодаря чему наемный работник может немного повысить уровень и качество своей жизни. Минусы – это, во-первых, не имение достаточного количества свободного времени, и, во-вторых, то, что как только работник перестает работать, приток средств сразу же иссякает. Грубо говоря, человек работает, чтобы есть, и ест, чтобы работать. Роберт Киосаки называет это «крысиными бегами». Вспомните крысу, которая все безостановочно бегает в колесе. Сектор малого бизнеса. Второй сектор – нижний квадрат слева. Это место частных предпринимателей, профессионалов в каких-либо областях и фрилансеров. Отличительным признаком этих людей является качественно выполняемая работа, возможность быть самим организаторами своего рабочего процесса, а также возможность самостоятельно продавать свои услуги. Финансовый поток распределяется для таких людей уже с большей выгодой, так как они могут работать немного меньше. А получать за свою работу значительно больше. Но «крысиные бега» остаются и здесь. Сектор большого бизнеса. Третий сектор – верхний квадрат справа. Здесь находятся люди, которых уже можно назвать крупными бизнесменами, так как кроме организации своего собственного бизнеса, они могут создавать рабочие места для людей из других секторов. Люди, относящиеся к этой категории, получают значительно больше денег, чем люди из первых двух секторов, а также могут уделять своей деятельности еще больше времени, хотя полностью оставить бизнес без присмотра не могут. То есть им все равно приходится участвовать в «крысиных бегах», пусть и в гораздо меньшей степени. Но денежные потоки распределяются для этих людей более эффективно. Сектор инвестирования. Четвертый сектор – нижний квадрат справа. Это заслуженное место инвесторов. Распределение финансовых потоков для них – наиболее важный момент, так как они не просто расходуют свое время, силы и средства, а вкладывают их с целью извлечения максимальной прибыли. Но делают они это с той лишь разницей, что потратив изначально определенное количество своих ресурсов, позже они могут получать от этого пассивный доход, окончательно вырвавшись из «крысиных бегов». К сектору инвестирования можно отнести финансистов, банкиров, трейдеров, держателей акций и т.д. Вступай в нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании и вместе с нами улучшай качество жизни. Freedom Men's предлагает уникальную стратегию ставок, с помощью которой вы сможете удвоить свой баланс всего за 5-6 дней. Подробности смотрите в следующем видео. Приобретайте активы, а не пассивы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!